Еврозона Это не охота на ведьм, как когда-то в США за коммунистами, хотя очень перекликается, очень похоже. В принципе Европа уничтожает демократию. Европа уничтожает свободу слова. Как это происходит? Происходит это некрасиво, абсолютно неизящно. Это не на тонком уровне. Это достаточно грубо все делается. И цели абсолютно понятны. У меня в старые времена еще был вопрос. Я считаю, что здесь большой недочет был в определенной работе определенных структур. Ну потому что не приоритет был. И поезд ушел. И этот поезд назывался борьба за то, что на Западе должны понимать, что такое интересы России. Не в смысле сделку сделали, потихоньку договорились с каким-то топ-менеджером. Нет, нет, нет. Это интересы России. Будем жестко отстаивать. И вот эту вот жесткость ее нужно прорабатывать и рабатывать. В чем она заключается? На самом деле не хватало методички, я считаю, иногда по определенным процессам. Потому что эти сами договорятся. Нурникель сам договорится. Газпром сам договорится. Еще кто-то сам договорится. Средний бизнес сам договорится. И в этом отношении сложилась ситуация, в котором нарратив про ты, про кремлевский, ты про русский как оскорбление давным-давно уже звучало. Вот ты про русский это оскорбление. Да, я про русский. Почему я должен этого стесняться? Я считаю, что без России не будет архитектуры безопасности, что в Европе. Я считаю, что про русским быть это правильно. Иначе действительно подойдем к третьей мировой войне. И надо тупым, абсолютно на голову тупым, вот этим европейским политикам объяснять, что будет, если они действительно полезут на Рошон, со штыками пойдут на Россию. Но не будет той Европы. И дальше уже после этого можно говорить о том, какие плюсы есть. То есть не только плюс в архитектуре безопасности, но и плюсы в контексте вот вам, пожалуйста. Мы можем торговать, там еще что-то делать. Для меня вот это интервью Шольца, которое я вчера подробно по полочкам разбирал, когда он говорит, Россия прекратила поставки газа. Ты, пожалуйста, мне еще на жилетку упади ко мне, господин Шольц. Поплачь, я тебя поглажу по лысой головке и скажу тебе, не получишь ты газа, пока не будешь поставлять хорошие турбины Сименса для прокачки. И пока у тебя террористы будут взрывать все, что хотят. Ну не получишь ты газа, что ты мне жалуешься на Россию. Притом врешь беспардонно. Врешь, но все же верят Шольцу. И я вот сейчас говорю, и я понимаю, там очередной раз в газеты, как газеты будут там что-то писать. И скажут, он даже Шольца критикует. То есть там, он посмел Штрак-Симмерман назвать поджигательницей войны. Да, посмел. Да, я могу говорить, я Шольца так. Это свобода слова. Но, эта свобода слова на глазах тает. Она, знаете как, на что похожа. Вот мне очень понравилось сравнение по поводу расширения НАТО, немецкого политика, насчет того, что это удав, который свинью кабанчика заглотил, выплюнуть не может, проглотить не может. Вот так и подавился. Вот это вот кабанчик Украина, а удав это НАТО. Вот мне очень понравилось это сравнение. Вот другое сравнение, которое мне тоже понравилось от европейского политика, что свобода слова, это похоже на снеговика. И снеговик был построен там в холодную войну и в противовес Советскому Союзу свободу слова фестиваля на Западе. Мол, говори все, что хочешь. И это такой кумир прям был. Свобода слова, это божество какое-то было. Этот снеговик, он был достаточно симпатичен, как в русских мультиках. Я сейчас цитирую человека, но я единственное, что должен его анонимизировать, чтобы он не попал под пресс. А дальше, знаете как, пришла, о, теперь пришла весна. Снеговик начинает таять. Знаете, есть такие места, когда уже вот везде снег сошел, и ты какой-то в угол заезжаешь, а там лежит такой грязный-грязный снег, груда снега, а он все не тает и не тает и не тает. Это уже далеко не снеговик, он уже покосился, он уже сход, он весь грязный. Это уже не тот симпатяшки из мультфильма. Вот это свобода слова в Европе на сегодняшний день. То есть я не могу сказать, что ее нет. Она есть, не только для определенных кругов лиц, она вроде бы как есть. Да, где-то там громкость понизили, где-то не приглашают на центральные программы, где-то в одностороннем порядке односторонние репортажи только. Но где-то там еще кто-то умудрялся дать интервью каким-то альтернативным СМИ, где-то кто-то еще старался эти альтернативные СМИ поддерживать. И первое нападение на свободу слова, которое произошло на территории Евросоюза, это было во время ковида. Это безусловно. Там до некоторых стало доходить, что что-то не то творится. Но как-то странно зачищают определенное пространство. Даже сомнений нет в определенных действиях с властей. И я тогда помню, попал тоже под раздачу. Цитируя главу объединения больницы клиника Германии, который сказал, что у нас не хватает рук во время ковида, то сидящая Task Force команда в Брюсселе, которая подчиняется непосредственно Жозепу Боррелю, контролирует, мониторит на предмет фейков и на предмет пропаганды дезинформации, зарегистрировала Еврозонную Вести ФМ как программу, распространяющую фейки. То есть я цитирую человека, который председательствует в объединении, в ассоциации больницы клиник, а они говорят, что это фейк, потому что министр здравоохранения сказал, что все у них под контролем. Но на тот момент министр здравоохранения Германии буквально через три месяца уже было известно, что он ошибся, а он сам это признал. Ух ты, у нас пауза. У нас время для глотка кофе. Регионы уходят на свое местное вещание. К остальным вернемся через несколько секунд. Вести ФМ Катя, это так чудесно было. Вы сказали, Владимир, и у меня рука тут же потянулась в чашке кофе. Тут же, вот прям в ту же секунду. Это уже какой-то рефлекс собаки Павлова. В анекдот сразу вам скажу. Вы знаете, когда лампочка срабатывала, то Павлов думал, о, надо собаку покормить. Это анекдот. И вот таскфорс, таскфорс, значит, регистрирует, при этом писали мы письма, мол, снимите вы эту хрень. Ну, что вы распространяете фейки. Тем более, что это цитата. Тем более, уже все, уже сам этот министр здравоохранения сказал, что они не справляются. Неа, не убрали. И в статистике есть. Вот, смотрите, они занимаются дезинформацией. Это была сейчас подводка. А теперь смотрите, что сейчас происходит в Европе. В Бельгии расследуют заявление о попытках России вмешаться в выборы в Евросоюз. На каком уровне происходит вот это вмешательство? Премьер Декро. Бельгия расследует попытки России вмешаться. О чем идет речь? Вы знаете, бельгийская прокуратура, она должна некоторые вещи рассматривать с точки зрения своей географии. Ну, потому что в Брюсселе находится Еврокомиссия, Европарламент. И я напомню, что все-таки против Урсулы Фонделяйн идет следствие. Я думаю, там исчезнут все документы. Урсула Фонделяйн даже не парится. Ну, там такие деньги, ребята, по поводу Пфайзера, закупки Пфайзера от имени Евросоюза. То есть Урсула в этом отношении четко выполнила установку, не спасая людей, не предоставив там российской вакцине это конкуренция. Там все, вас здесь не будет, у нас санкции. Какого лешего вы санкции вводите? Что там произошло такого насчет российской вакцины? Ну, все понятно, как только она подписывает вот этот вот контракт с Пфайзером. Ну, пусть они разбираются. Это их дело, насколько они будут толерировать. Они же толерантны по отношению к коррупции. Ну, вот сейчас, что нужно премьеру Бельгии? Что же такого произошло? И Бельгия, оказывается, расследует утверждение о якобы имеющемся место попытках России вмешаться в европейские выборы. Стоп, 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 стоп. Значит, премьер Бельгийского королевства Александр Декро уже не первый раз что-то в этом направлении говорит. Фактов он не предоставляет. И вот эти утверждения о имевших место попытках России вмешаться, я сейчас объясню. Я здесь очень сильно в каше, знаю все. Вот прям, понимаете, как-то это не только мониторинг. Это инсайдер, плюс, понятное дело, на своей шкуре тоже ощущаю очень сильно все это. Значит, у меня вопрос. Представьте себе, что я созваниваюсь с британским политиком, политик, который долгие годы, не могу сказать вам точную дату, потому что чем-то сразу его можно будет вычислить, британским политиком, он у них там в парламенте, все в порядке. Мы разговариваем на определенную тему, и я ему говорю, давай поговорим публично, вот как интервью. Я пишу книгу, и мне не хватает в моей солянке еще интервью из Британии. Ну, я, конечно же, называю, кто у меня в книге есть из интервьюеров, и он мне говорит, я тебе не отказываю ни в коем случае. Ну, мы знакомы давно, он говорит, я тебе не отказываю, но сейчас я тебе могу дать интервью только с одним условием, что ты его опубликуешь только тогда, когда я его разрешу потом. Сейчас это будет настолько не вовремя. Что вы думаете? Я разговариваю с нидерландским представителем тоже кругов политических, разговариваю, мы говорим о том, что надо поговорить. Он говорит, да, конечно, с удовольствием все, поговорили, при том разговор, я задаю вопросы. Я задаю вопросы человеку, он отвечает, как он считает нужным, при том политике, поверьте мне, иногда ты его спрашиваешь, сколько времени, а он тебе расскажет действительно о погоде. Ты его спрашиваешь о погоде, он тебе скажет точное время. То есть это искусство дипломатически отвечать, так что ты на острые вопросы, иногда там ток-шоу были на этом построены, на остроте вопроса, когда второй раз повторяют, третий раз вопрос. А я говорю, вы знаете, начиная от того, за что ты любишь свою родину и как ты за нее будешь переживать, если не дай бог, и что лучшее для твоей родины. При этом люди, поверьте мне, вот сколько я общаюсь с политиками, говорят одно и то же. За что он любит? Одно и то же. За закаты и за рассветы, за первую любовь, за развод там, за снова, за вторую любовь. Ценности одни и те же. И когда доходишь до момента, что лучше для твоей страны, вот здесь начинается как раз дискуссионное поле. И вот Бельгия решила расследовать иностранное вмешательство. И в иностранное вмешательство ветер вот так вот в паруса дует из Чехии. Чешская разведка выпустила там пар и рассказала, что европейских политиков очень сильно на них действовали. С помощью Voice of Europe, голос Европы, что это СМИ принадлежит и финансируется из пророссийских кругов. Дальше они рассказали там что-то о Медведчуке. И дальше дают фамилии людей, которые вроде бы получали деньги. Я об этом коротко упоминал. Есть заявление депутата Бундестага Бистера на партии Альтернативы Германии, который сказал, что в любом случае, если у вас есть доказательства, опубликуйте эти доказательства, дайте эти доказательства. И пока еще их никто не дал. Будут ли, не будут. В каком виде эти доказательства. Там прослушка. С диктофоном кто-то ходил, там записывал что-то. Все ждут. Все ждут. И пока это голые всего лишь обвинения, то вроде бы кажется вопрос исчерпан. Человек может прийти и дать письмо под присягой. В Германии это уже был разговор у главы фракции партии Тина Хруппола. Спросили, почему Бистер не дает объяснение под присягой. И он говорит, а зачем? Что это изменит? Что это даст? Ну вот это было бы лучше. Пусть он дает под присягой. Что он не брал деньги. Подождите, подождите. Почему я должен все время оправиться? Если у вас есть что-то, что вы обвиняете, обвиняйте. И вот на этом фоне. Ну кажется вроде немецкий вопрос. Вот немецкие депутаты. И Чехия намекнула, что там еще кто-то есть. В этот момент премьер Бельгии говорит о том, что мы будем тут вести расследование. И вы понимаете, да? Как только статус расследования есть. Это допросы. Это значит имеют право уже получить орден на вскрытие почты переписки. И я говорю о том, что вот у меня пример. Я говорю с британцем, а он мне в ответ. Ты знаешь, сейчас это будет не вовремя. Но сейчас настолько не вовремя говорить об интервью, даже если книжка выйдет через полгода, через год, не вовремя сейчас об этом говорить. Почему? Потому что он попадает автоматически под пресс под давление. В чем заключается пресс и давление? А помните старую давнешнюю историю, когда пробовали наших коллег с спутника не пустить куда-то там? Просто не пустить. Чтобы не задавали определенные вопросы, критически настроенные вопросы. Просто не пускали. Такой запрет. Французы это делали, немцы это делали. И вот у нас теперь Урсула фон де Ляйен тоже решила тут сказать кое-что о европейских выборах и альтернативы для Германии. Когда это вопрос внутри немецкий. Ну то есть давайте так, немецкие избиратели заинтересованы точно так же, как и немецкий парламент, немецкое правительство в том, чтобы знать правду. Ну было ли вмешательство, получали ли деньги. Политик денег не должен брать. Политик не должен брать взяток. Только если это конечно штраф Циммерман. Ой, я сказал это. Я ее подозреваю, да, что она лоббирует продажей оружия. И Германия в этом отношении, у нее просто бум, бум, разрешение на продажу оружия. Немецкие оружейники радуются. Ну ладно, я же подозреваю. Я ее спрашиваю. Я не утверждаю ни в коем случае, дорогие радиослушатели. Если я буду утверждать, тогда это клевета. Если я спрашиваю, я журналист. Так вот, когда это внутри немецкий вопрос, я все понимаю. Ну тут такой есть нюанс. Обвинения, которые выдвинула чешская разведка, эти обвинения относятся к тем, кто кандидирует. Это кандидаты в Европарламент. И вот здесь Турсула Фонделяйин говорит. Прям точечно. Точечно. В Европарламенте точечно. Поднимают разговор. Притом очень сильно поднимают разговор о том, что важно говорить, важно расследовать о влиянии России. Стоп. Стоп. Вот я сейчас, дорогие радиослушатели, на ваше мнение выношу вопрос. Если я спрашиваю у австрийского, французского, немецкого, итальянского, британского политика, как ты относишься к поставкам ракет на Украину, крылатых, из твоей страны? Я влияю тебе этим вопросом на политика или нет? Если он мне говорит свой ответ, и я его без изменений публикую, я влияю на его ответ или нет? А теперь смотрите, что происходит, где произошло передергивание. Политик, взрослый дядя или взрослая тетя сами говорят и сами считают, что считают нужным, то и говорят. Они думают, несут ответственность свою политическую перед своим избирателем или хотят сохранить свое место, но тем не менее я задал вопрос, я его публично задал. Я получаю публичный ответ, я его публикую. И теперь смотрите, какая реакция в Европе. Боже, сохрани, дать тебя интервью русским. Боже, сохрани тебя дать интервью СМИ, которые альтернативные, которые маленькие, которые там 2-3 человека с утра до ночи сидят в интернете, что-то строчат, потому что у них альтернативное мнение. Боже, сохрани тебя дать им. А ведь у нас одни ценности. Мы столько раз пересекались на одних и тех же форумах, и мы столько раз смеялись с одного и того же анекдота о зеленыхе Аубербок. Так теперь они как говорят, ты с ним был замечен. И фотография такая, бабах, где мы стоим, пьем кофе вместе. Они были вместе с прокремлевским там Сергеенко. Дальше они пишут, он отвечал на вопросы, он дал интервью российским СМИ. В Бундестаге 4 раза называют имя Соловьева, потому что ему депутат Бундестага у него в программе выступил. Боже, сохрани вас сотрудничать. В смысле не сотрудничать, сотрудничать за деньги там это. Даже дать интервью. И депутат Бундестага говорит, а я дал только интервью. Мне прислали вопросы, мне эти вопросы понравились, я на них дал ответ. Когда вы присылаете вопросы, ваши вопросы мерзкие, односторонние. Вы пачкаете нас в грязи. А здесь прислали нормальные вопросы, где я мог раскрыть свое мнение по этому поводу. Я непосредственно вхожу в комитет по экономике. Я знаю, что у меня мосты разрушены. Но вы не даете мне возможности говорить это в ваших минстримовских СМИ пропагандистских. И теперь массивная атака идет по всей Европе. Урсула фон де Ляйен вслух об этом говорит. А она, как бы я что ни говорил, она очень мощная фигура в Евросоюзе. Эта еврокомиссарша выстрела не просто вертикаль. Она внутри себя имеет там вообще... Это автократия внутри репрезентативной демократии по назначению. Вот, наконец-то я сформулировал. Репрезентативная демократия. Понятно почему. Потому что нет прямых выборов. А по назначению, потому что Урсулу фон де Ляйен все-таки назначили Меркель и Макрон. И она вдруг начинает присоединяться к этим голосам. Дорогие радиослушатели. Время подходит к концу. Еврозона заканчивается. Подписывайтесь на телеграм-канал Сергеенко Владимир. Услышимся с вами через неделю в субботу и воскресенье на том же месте в тот же час. Владимир, спасибо вам за этот эфир. Слушайте программу Еврозона с 11 до 13 часов по московскому времени по субботам и воскресеньям. Еврозона Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова